Сегодня мы заканчиваем курс дрессировки со щенком Джека Рассела, Белка, Белка обучалась у меня сроком 2 месяца, я не знаю, есть ли такая практика в вашей стране, у нас в стране это так происходит, владелец собаки приводит собаку ко мне домой сроком на 2 месяца, и я учу собаку выполнять несколько команд, в зависимости от способностей собаки и ее желания учиться, напишите в комментарии, как это происходит в вашей стране, Собака должна выполнять основные команды, сидеть, лежать, ко мне, рядом, и, нет, собаки у которых есть желание учиться, мы можем научить другим командам, которые доставят удовольствие и положительную энергию как для собаки, так и для ее владельца Многие собаки выполняют некоторые команды сами от природы, нам нужно только сформировать у них условный рефлекс, чтобы они выполняли команду, когда мы ее просим Собака выполняет каждую команду из удовольствия, потому что мы использовали положительные стимулы для тренировки рефлексов Например, приучая собаку заходить в вольер, многие владельцы собак сталкиваются с этой проблемой, собака избегает заходить в вольер Это происходит из-за негативных стереотипов, которые вы создаете в отношении собак, а может быть и хуже, если вы агрессивно заставите собаку войти в вольере, и у нее возникнет негативная ассоциация с вольером, поэтому она будет каждый раз ее избегать Кто-то сказал мне, что есть собаки, которых невозможно дрессировать Я говорю вам со всей искренностью, дрессировать можно любую собаку, независимо от породы и возраста Вопрос только в том, сколько времени и какими методами нам нужно, чтобы натренировать поведение и рефлексы, которые мы хотим у своей собаки Следите за этим каналом, и я буду создавать новые видео, по каждому тренируемому рефлексу отдельно, где подробно объясню весь процесс формирования команды Какие ошибки допускают многие владельцы собак в процессе дрессировки своего питомца Смотрите другие видео с белкой на этом канале и не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео